Здравствуйте! Мы приступаем ко второй лекции курса «История русского театра». Сегодня нас ждет очень увлекательный сюжет, связанный с театром и государством, театром как медиа и театром как частью государственной политики. Тема нашей лекции «Царь Алексей Михайлович как первый театральный продюсер. Придворный спектакль к рождению наследника». Я говорила в прошлый раз о том, что мы не можем точно ответить, когда появилось первое театральное представление с Комарошеской, какое-то народное. Но мы точно можем сказать о том, когда в России появился первый случился, состоялся первый профессиональный спектакль, когда у нас выступили первые профессиональные актеры, появилась первая пьеса, и как раз об этом сегодня пойдет речь. Это все произошло во время правления царя Алексея Михайловича. Наверное, вы все знаете, что он отец Петра Великого. Однако сейчас напомню вам некоторые исторические моменты, поскольку у нас, как я говорила, два фокуса, таких вот, за которыми мы следим. С одной стороны, собственно, история театра и каких-то театральных практик, актерского искусства, драматургии и так далее. А с другой стороны, история России, собственно, которая через призму истории театра как-то фокусируется для нас интересным образом. Итак, эпоха Алексея Михайловича. Напомню некоторые цифры, это будет нам сейчас даты, вернее, это будет нам важно сейчас для дальнейшего рассказа про этот первый спектакль. Когда правил царь Алексей Михайлович? Это значит, Алексей Михайлович Романов, годы его жизни 1629-1676, править он начал в 1640 году. Также знаем под именем Алексей Михайлович Тишайший. Правление Алексея Михайловича было очень неоднородным в смысле отношения к театру. Если вы помните, в прошлой лекции я упоминала о том, что Алексей Михайлович издал в 1648 году указ, запрещающий скоморошество, любые формы представлений, масок, музыкальных инструментов. Представляете себе, только вдумайтесь, действительно, в 1648 году в России была полностью запрещена любая музыка, кроме той, которая звучала в церкви. Да, это, конечно, такой поразительный факт. Однако к концу своего правления Алексей Михайлович оказывается под влиянием одного царедворца, о котором я чуть позже скажу, и его политика в отношении театра резко меняется. Итак, пока мы посмотрели с вами на годы жизни Алексея Михайловича и посмотрели на то, когда он начал править, мне как культурологу всегда интересно смотреть шире, смотреть в контексте. Поэтому такой-таки полшага в сторону. В это время, когда, да, у нас правит Алексей Михайлович тишайший, происходит действие романа Александра Дюматрия «Мушкетера», конечно, вам хорошо известное, да, в это время во Франции прототип Д'Артаньяна, да, значит, там сражается на шпагах, а у нас происходит то, что происходит. Сейчас вернемся к нашей истории. Задам вам вопрос, сколько же он был у Алексея Михайловича. Это имеет непосредственное отношение к истории про первый театральный спектакль. Наверное, вы знаете, может быть, да, кто-то из вас знает, что у Алексея Михайловича было две жены, Мария Милославская и Наталья Нарышкина. Собственно, вторая его молодая жена, да, не будем говорить о возрасте, да, но вы можете посмотреть, да, на годы жизни, что Наталья Нарышкина была очень молодой женой Алексея Михайловича. Она была избрана Алексеем Михайловичем не просто так, не случайно, конечно. Она была протеже очень влиятельного царедворца Артамона Матвеева. Она была его родственницей и благодаря его покровительству она смогла стать женой Алексея Михайловича. Вы можете видеть боярина Артамона Матвеева, его портрет. Значит, он руководил посольским приказом, если переводить это на современный язык, это что-то вроде, да, Министерства иностранных дел. То есть, боярин Матвеев, первейшее лицо при дворе Алексея Михайловича, был очень европейски образованным и вообще таким ориентированным на Европу человеком, к тому же непосредственно занимавшимся связями, да, значит, России с зарубежными странами. Далее, в связи с несколькими женами Алексея Михайловича, возникает, конечно же, очень напряженный и сложный сюжет с престола наследием, потому что у него были наследники как от одной жены, так и от второй. Да, значит, соответственно, в 1672 году у Алексея Михайловича и его второй жены Натальи Нарышкиной рождается наследник, которого называют Петром, впоследствии он станет Петром Великим. И Алексей Михайлович начинает задумываться над тем, как бы укрепить авторитет своей молодой жены и показать, что вот этот наследник, хотя у него есть старшие дети, да, как мы знаем, престола наследия предполагает, что старший ребенок всегда в приоритете и получает престол. А несмотря на то, что родившийся, да, значит, вот совсем только младенец Петр имеет старших братьев и не может претендовать, наверное, на престол, Алексей Михайлович хочет сделать что-то, какой-то жест, да, который показал бы, что этот наследник очень важен и он может претендовать в дальнейшем на престол. И его вторая жена, безусловно, обладает огромным авторитетом. Очень важна. Как это сделать? Алексей Михайлович под влиянием Артамона Матвеева, который, да, прекрасно разбирается в европейской культуре, важной частью которого является театр, который является театр, решает устроить театральное представление, придворное, да, для придворных и пригласить на него также иностранцев, да, которые находятся при дворе в России и показать такое театральное представление, чтобы сообщить придворным, да, вот эту важную идею, что его вторая жена обладает безусловным авторитетом, а родившийся наследник очень важен и, возможно, унаследует престол. Таким образом, театр оказывается, ну, если очень усилить, да, эту идею, то оказывается таким средством пропаганды, что ли, да, или продвижение некоторой политической идеи. До этого ни одного профессионального представления с настоящими актерами и пьесой у нас не было. Соответственно, наш театр начинается с придворного театра и с такого спектакля-месседжа, который должен донести важную политическую идею. Во-первых, для того, чтобы осуществить этот масштабный политический проект, театрально-политический, скажем, Алексею Михайловичу, конечно, необходимо было организовать специальные театральные помещения. У нас их еще пока не существовало. Соответственно, была построена специальная комедийная хоромина, так она называлась на языке того времени, очень красивый, да, завораживающий язык 17-18 века. Вот, вы можете увидеть ее реконструкцию в Коломенском, сейчас, да, она существует, можно посмотреть на то, что это было за специальное помещение, построенное вот прямо для специально для этого спектакля, да, вот тоже на слайде можно видеть некоторую реконструкцию этого пространства. Вот так она выглядела со стороны, да, вот, собственно, вы можете также увидеть это своими глазами. Вот, пространство было устроено по принципу европейскому, тогда уже существовавшему принципу сцены коробки, то есть сцена, портер, да, и то, что называется ложи. Предполагалось, что на спектакле, конечно, будут присутствовать в первую очередь зрители-мужчины, которые будут располагаться в портере, женщины, в частности, сама царица, да, которая так важна для этого спектакля, будут находиться в закрытых ложах, потому что все-таки при Алексее Михайловиче в допетровское время еще пока женщина в публичном пространстве, которым является, безусловно, театр, даже придворный, да, придворный театр, театр не для всех, не любой человек с улицы может попасть в него, никакие билеты не продаются, конечно, это исключительно приглашение, да, для придворных, но, тем не менее, даже в таком ограниченном масштабе публичности женщина пока еще публично выступать не может, поэтому женщины сидят в ложах. Значит, был выбран для этого первого представления, был выбран сюжет, конечно, сюжет библейский, который хорошо бы соотносился, да, вот с текущей ситуацией, это такая аллегория, придворные придут и через образы из Библии, читают и поймут современную историю. Был им выбран сюжет из Ветхого Завета о царице Эсфири, ее муже Артаксерксе, да, и, значит, другой жене царя Артаксеркса, гордой Астини, которая, конечно же, проигрывает такой добродетельной и скромной эсфири. Спектакль назывался «Артаксерксово действо», Артаксеркс – тот самый царь. Спектакль начинался с пролога, в котором обращались к зрителям и непосредственно упоминали и о том, как прекрасен, значит, наш прекрасный христианский православный мир, и как он мирно и чудесно живет под руководством царя Алексея Михайловича. А дальше зрителям должно было быть, конечно, вот этим самым придворным зрителям должно было быть понятно, что царь Артаксеркс – это и есть Алексей Михайлович, царь Артаксеркс – мудрый, добрый и так далее. У царя Артаксеркса, как у настоящего Алексея Михайловича, есть правая рука, главный помощник. Вы, наверное, уже можете догадаться, кто главный помощник Алексея Михайловича, я неоднократно об этом упоминала, боярин Артамон Матвеев. В сюжете пьесы у Артаксеркса есть также правая рука его помощник Мардахей, против которого плетут ужасные интриги, но он побеждает всех, и те, кто плетут интриги против Мардахея, они в конце будут повешены. Поэтому все враги Артамона Матвеева должны были понять, что, конечно же, не стоит ввязываться в борьбу с столь влиятельным царедворцем. И при этом сама Исфирь соотносилась, конечно, с молодой женой царя. И она была представлена как, конечно же, благочестивая, благодетельная, прекрасная и победившая в каком-то смысле первую жену Остинь. Таким образом, спектакль получался таким, на самом деле, политическим некоторым высказыванием. Кто же занимался организатором? Кто был организатором? Кто же практически осуществлял этот продюсерский проект Алексея Михайловича? Кто был тем человеком, который непосредственно взял на себя функции? Тогда режиссеров, конечно, не было, но чего-то вроде режиссера. Это был пастор Лютеранской церкви Иоганн Грегори. Ему поручили, он жил в Москве, в немецкой Слободе, ему поручили заниматься этим почти случайно. У него тоже были враги, у этого молодого пастора. Он очень хорошо делал церковную карьеру, и они посоветовали, значит, его недоброжелатели, как бы посоветовали, что он может организовать театральный спектакль. На самом деле у него не было в этом никакого опыта. Враги Грегори надеялись, что он провалится с этим проектом. Государь разозлится на него, и карьере Грегори придет конец. Однако все было не так, был полный успех. Спектакль длился 10 часов, а Алексей Михайлович, как завороженный, как ребенок, по свидетельствам современников, смотрел на это действие, просто не отрываясь. Действие было очень богатым и роскошным. Например, все листики на деревьях в декорациях были из чистого шелка и трепетали, как будто бы под дуновением ветра. До сих пор ведутся споры, на каком языке была сыграна эта пьеса. Потому что Иоганн Грегори немец, она существует на немецком. Есть вариант, что ее играли на немецком отроки из немецкой слободы, а Алексею Михайловичу давали что-то, вроде тогда субтитров не было, но ему дали русский текст, чтобы он мог сверять и примерно понимать, если вдруг он по-немецки понимал какие-то моменты плохо. Таким образом, этот самый первый спектакль стал триумфом и успехом Иоганна Грегори. Все враги его потерпели крах. И при этом мы получили первый спектакль как важное политическое высказывание, сразу показывающее, что театр — это не только искусство. Театр — это часть такой сложной культурной системы. Итак, уже по некоторой традиции я предлагаю вам подумать над вопросами, относящимися к тому материалу, который я вам изложила. И мы будем очень рады, если вы оставите свои комментарии с ответами на вопросы под этим видео. Первый вопрос. Как вы думаете, почему во времена Алексея Михайловича возникла такая пословица? Артамоны, вот этот самый боярин Артамонов Матвеев, о котором я говорила, артамоны едят лимоны, а вы молодцы, едим огурцы. О чем это? Да, значит, подсказка. Вспомните, каким приказом руководил боярин Матвеев. И второй вопрос. Почему для первого в России спектакля Алексеем Михайловичем был выбран библейский сюжет о царе Артаксерксе и его жене Эсфире? Будем ждать ваших ответов с нетерпением. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok